всем привет с вами не вызов вы на канале фрикаделька а это у нас far cry 4 да всем привет тут недавно убили соответственно юму да ну такая самозачищающаяся пещера поэтому не удивляйтесь все волну не жалуются я короче тут просто чисто из забавного видела видос что можно вас а в третьем пар краю убить в самом начале как-то пробравшись с ведром вот там стоит знаешь как болванчик еще зачитаю стоит как болванчик и ты его можешь просто скинуть на него какую-то херню и при пришибите ну это не как-то игру не влияю можно это понятно что не появится можно новые баги они такие на забавно когда это какая-то тишина подозреваем у меня сейчас какой-то знаешь короче сейчас такой вьетнамский флэшбэк на холод пошел к виду витрища это подозрительная тишина нынче на салфа края зомби сейчас пойдут а есть партнерами по-любому есть мод не не вот я про настоящую игру хотят от рода продам шина я точно знаю есть при том не это он не вот он официалка это официальное дополнение к redemption зоню официальное дополнение это мы считаем мод мы не считаем вот это это великолепная штука на мой взгляд но я у скайрима скайрим вырос на модах тот голос сделал все что все моды стали официальными знаешь лучше бы ты дота только вспомнила ну вот это дота тот это в принципе дота это в принципе просто дополнить не отзади доп дота на самом деле это не мод это не совсем мод а что это создатель к это создание карту этот спуск ты делаешь они почему-то не хочет так спел у тебя этот есть круглого сходы да что ты благополучно вышла суши из магнума громко будут я не забирать его из магнума тюзунный библи пистолет из магнума то есть ободать этого не может убить умереть самого начала угомонить давай без этого это он тебя хотел быстрым убийством убить нет он подкрался просто камня и говорю подкрался ты жив дедок зачем ты нужен то я как тут гулял и пристали думал мне конец теперь я ваш должник да ты мне должен мать тебе божья вот это ему дым да убей медведя да нахи он нужен а че они не бегут то дед беги беги дед беги вот наконец-то ты да тебя даже что надо болит даже дед дед ой 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 просто раздрал охренеть ну я спас заложника в принципе моя задача на этом выполнена мои полномочия на этом как говорится все ну-ка погоди-ка я прям увидел эту красоту какую-то красоту ем что они этот а-52 это вот это что такое это гранатомет что это пулемет алинин времен второй мировой войны это германский регулярная пила гитлера это тоже циркулярка а вот почему видишь он просто разрывал врага на куски отсюда прозвище циркулярная пила понятно у тебя как то есть циркулярная пила а вот идем тут ра это циркулярная пила была была дана это не заметил на типа классика а тут типа уникально уникальная типа круче всегда идет потому вот это а я мэр мне надо наверно снайпер по это на самая сильная снайперка вот я вам пасты сейчас надо будет защищать так что беды надеюсь тебе это пригодится да отвали на фиша понадобится что ты еще хорошо да не забывайте не забывайте голосовать еще пока эту неделю висит опросник ты думаешь там что-то изменится по-моему мало ли знаешь мало ли резко проголосует вариант сразу пачка людей ну да давайте у нас еще пока идет идет фар край еще пока подвешено состояние вторник и субботы и там есть за что проголосовать всегда можно написать что хочется вам вдруг я не знаю кто ничуть напишите все таки да вот это тема вот на это вы согласны на комментарии тупить тысячи лайков когда голосование находится в сообществе в ютюбе если что это мы заходим там на страничку или были ставим ближайшие дни будет либо где написано видео плейлисты и шорты и так далее там есть сообщество туда заходим там самая последняя запись точнее первое вы видите 1 вот так-то так заходим не паримся вообще по хорошему надо начать группу вы как развивать и любите гнать куда или в telegram ну это да мне напоятно что подписываться на выгонки все только это понятное дело но пока там еще стола поэтому как-то дойдем тогда дойдем так сегодня не зачитываю комментарии мы по техническим по техническим причинам сидим без этого происходит поднимать орел приколист понимаешь это пранк пранкера да нет это пранкер понятно почему все его так войну в тебе летит понятно отомстил за двух крюшек да ты чё он бы меня просто так поднял хорошо второй не поднимают да вообще нет я не знаю насчет орлов врать вообще не буду но я знаю что есть такие птицы которые поднимают собственную добычу и они ее отпускают чтобы добыча умерла то есть в этом есть как бы смысл способен ли орел под представляешь сколько весит свинья к банку ну сколько он килограмм блин дикий кабан килограмм 80 наверное весит орел сока даже самый крутой до 15 я сомневаюсь что он способен в четыре раза больше своего веса поднять а ты на какое-то задание пошел вас заметили таймеры пусть происходит события карма без видки бомбов никогда не видел такого хотя бы своей печи и чё ладно допустим не фар край нравится настолько разнообразно все сделано конечно мне только не нравится с животными что они нападают на вот этот медведи на самом деле не очень агрессивно изучать либо берегу либо детей до либо они суграли планы голодные здесь типа оправдывают тем что они это они себя в долгую здесь допустим а в третьем я вот в третьем я могу оправдать только кузуаров потому что к примеру недавно узнала страусы это тоже агрессивный а кстати мы же это мы же сегодня мы же нам же надо это а вон посты нам нужно делать а мы читаем да людей мы почитали людей не осталось мы давай почитаем давай места начнем бакхадур наш любимый ваш спей гондар волнув крепость бакхадур также известна под старым названием рогаталада а благодарность за многие годы и усердно верной службы щедрость нашего короля не знает границ к верным его ему людям по играми на относится как членом собственной семьи бонапур бонапур логово золотого пути это самая темная часть кирата опухоль на теле нашей страны которая будет разрастаться пока не уничтожит наш народ но не стоит бояться скоро пейган мины армия короля вычистят эту террористическую заразу раз и навсегда монастырь чау джама древние легенду верят что именно здесь богиня кира создала киратский язык но эти глупые сказки меркнут ряну с мудростью короля амина легендам не сравнится с блистательной реальностью по играми на город боли пайган ми никогда намеренно не нас не заставляет народ кирата страдать но иногда действие экстремистов требует особых мер единственная боль о которой здесь может идти речь это боль в сердце короля ведь он знает что если бы не террористы золотого пути кират мог бы быть свободен от страха и тирании весна конечно логика допустим тюрьма дургэш это древний город ныне превратился в центрах преобразований которым правит юмалау показатели реабилитации здесь достигать 93 процентов а его гости могут наслаждаться одним из лучших видов кирать действительно дом кейлов это место когда-то служила домом ненавистному предателю махану гейлу позабытое жилище человека преданного преданного забвению а не золотого пути здесь пожелать те кто сочувствует мятежником они наивно полагают будто укрылись от ока нашего короля пайганами наносу носу осуществование их подлится лишь до тех пор пока ему будет угодно продолжать этот эксперимент шахта киос варги шахта киос киос еще одно учреждение возрожденное пайганом из пепла до его прихода власти она была закрыта ныне же процветает рабочие радостно трудятся здесь день и ночи дабы принести нам богатство этой горы радостно мост короля свяжу связующее звено красивый был между севером и югом страны проводник света пайгана мина в южные земли без этого живительного света юбки рада захлестнет зловещая тьма золотого пути а фабрика чай киры обанкротившиеся компании наследие старого режима которую губернатор деплер превратил блестящий пример экономического подъема в кератик нашей вещи гордости удовлетворенность сотрудников показатели здоровья безопасности труда экономической эффективности высоки как никогда до не чай производит нормально и дочь и печи завод врача не кирпич и завод врача не некогда лежал в руинах но все щедрый пайган дарвал ему новую жизнь теперь это старинная достопримечательность снова работает круглые сутки без выходных теперь дети на фабрике работают под неусыпным контролем за вас хочу один пример вклада в укрепление экономики кират арена давай арена шанат легендарная арена кирата недавно восстановлена благодаря министерству искусства и развлечения также благодаря нур которая верно служит пайгану все участники сражаются добровольно ставки принимаются от всех присутствующих да если добровольно все хорошо спящие святые ложные кумиры и древние реликвии прошлого неподвижные и неизменные как горы из которых они высечены их называют спящие святые и это в полной мере отражает их эффективность воли короля мина их решила решила снести ради бога народа кират тиртха король пайган и губернатор деплер перестроили деревню спасенную от тирании золотого пути хотя не все еще сделано тиртха теперь очищен от предателей именующих себя золотым путем и стала сияющим маяком на пути развития идеального кирата уткаш это светоч указывающий всему кирату путь прекрасное будущее он такого благодаря неустанным продам юмы и гвардии короля этот город воистину озаряет свой цвет пайгана пусть уткаш послужит примером того чего может достигнуть народ объединенный видением великого лидера варшакот министерство внутренних дел и социальной гармонии официально признала крепость варшакот в отчину пола хармона по прозвищу деплер памятником национального значения 2 ранга она олицетворяет собой законное правление великого короля пайгана мина и неустанных усилий приемного сына кирата деплера ну вот собственно ну вот и все дальше животные будут в целом понятно все понятно все процветают все правильно молоде люди трудятся пайган возрождает экономику ходит вот это девочка мне кажется она спит ну походу да это так не очень удобно но и убил спине план тоже не понимает на самом деле ты критова горит все нормально заебалась перед ну да ладно тебе все окей будет чё ты держи я тебя полью а и жарко на хера на солнце сел чуть-чуть и коник тинька не нашлось ну только он и полил куда-то ёпт у нас есть засиски потрогал это повод вот оно все понятно все стало я все стало на свои места поливаем женщину потом лапаем так если что так нельзя делать знаю и можно забота так называемая забота да-да-да-да я же не виноват что у тебя сиськи там где потрогать надо было так пойдем по мосту и какой мост люблю эти мосты перевал горнока а мы ли мы на перевале горнока нет мы его видели когда с этой ты погляди-ка где они а вон пусто здесь они умные они молодцы на они решили не в низине делать а вон посты то но там есть еще кстати получше может у нас можешь забраться смотрим плюс если чем можно просто вторгнуться с этим пулемет еще есть вот вниз посмотрите походу я бы а то просто веревка валяется все такое ряпчик не делать никогда по моему давай посмотри может реально наверх может забраться а то у них тут прям мини замок мне неплохо неплохо тут оборудовались неплохо очень даже хорошо не сможем пытаться залезть наверх пустики так снайпер есть снайпер есть этот ладно это похер ну в целом вот этого надо просто снять ну давай вот этого тоже снимем снайпера трогать не будем потому что скорее всего он да на него смотрят мы сделаем кому вот так мясо это кто опять барс это безумие это это не вас тут так отлично сразу еще одно снайпер рук она нет не снайпера кому-то другому хана было это все включаешь куда снайпера о все снайпер кончился снайпер закончился ну это походу барс там барсик ну он больше никого не нападает а я еще не захватил блокпост хиробата ты если что выруби сигналку а если что то кицу а собака это волк это волк подожди его обе загружены серьезно успокойся где последний вон собаки это конец ты думаешь это медведь собаки собаки окей блокпост хиробата теперь наш вот блин фархай третьем конечно вообще не хватало призыва всякой ничьей живности которая будет отвлекать на себя очень мне нравится хотя там было мясо ну видимо не так работало я не знаю ты вообще по какому не пробовал все знают может быть конечно все опять приехали пули тратят придурки не радуется видишь сильно разы нет это мне не надо а они там а подожди там в клетке сидит медведь я тебя не видел мишка извини но ты не вернись и ты тут будешь бедолажка что случилось идемте его понять задание что это устранение гвардейцы заняли стратегическую позицию близлежащих горах в горах незаметно устраните командира и заберите его жетоны спрячьте тело я не призрак, но готов я не призрак, но готов господи готов стать призраком ты что здесь забыл слышишь уходим быстрее куда знаете товарищи мне все таки жалко мишку а их тебе не жалко да ладно ладно это же животное больше чем бы делим а стучка развлекается все? ты стычка на мосту сделал не с одним человеком серьезно он в него не мог попасть понимаешь серьезно вот вы на мосту вот так вот встретились и такой срочно нужна помощь да ничего не понимает человек там медведи а я м не ты замурован в камне нет Что, не выбрался? Попробуй, не знаю, пострелять в камень напротив себя. Может, тебя выкинь. Да не в этот вот, а вот внутренний. Да нет, я внутрь скалы залез. Ну, что ты сделаешь? Ну, телепортируйся обратно. Ну, ладно. Они немножко с фреймом ошиблись, почему-то он у них так вот нарисовался. Поэтому так бывает. Да, согласен. 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 Такое всегда бывает, такое мы... Давай, знаешь, раз смотри. А, ну нет, там наверх идти. Пойдем наверх. Это... Что ты сделал сейчас такое? Не знаю, то ли полетел, то ли поплыл. Ты суперменом, что ли, решил встать? А что, Ванька супермен, а он нет? Ну, блин. Плохой из него супермен. А ты взял задание, да? Да. А мы сейчас куда? Мы дальше по заданию, дальше по заданию. Что-то я это, затупила резко. Ааа, господи. Твоё задание было сдохнуть, в принципе, да? Я так понимаю. Ну, я не знаю. Он, видишь, он, видимо, не долетел этот у него. Не долетела. Кошка не успела. А, всё, я чё-то с этого затупила. Ты чё-то там столько-то это прыгал, бегал. У него ни кошка не долетела, но как будто этот выспользил. Блин, я скучаю по казуарам. Вот это были охеренные, ребята. Узлажки неплохие, да? А, блин. Они тебе в душу смотрели, буквально. Ты проверил? Не понимаю, куда мне идти, конечно. Пока иди. Пока идёт, иди. А что-то надо устранить лидера ножом. Да. И спрятать тело опять. Обоскателось, спрятать. Господи. Если хочешь, иди, иди. А дальше я не помню, там что-то, если хочешь, что-то там. Та-та. И что-то там, в конце, идти. Я не помню. Причём, мне кажется, это Киркоров что-то пил, нет? Вот. Иди ищи командира. Циркулярный белой, это не заметно, если что. Это очень даже заметно. Нихуя себе там народу. А, ты вколол эту херню себе? Да. Долго его искать. Да согласна, блин. Если эта херня работает, то чё, мы зря что-ли к этим долбоёбикам приходили. Ты много хочешь, этот Джай, а он так не умеет. А, да давай. О, боже. Ну давай. Ох. Блотяжка. Ух. Тихо. Интересно, может, может, какое-то тихоубийство через окно вот это? А там вот это рядом стоит, да? Это прям нужно двоих сразу убить. Тигра умер. Густроубийство можно. О-хо-хо-хо. тихо 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 так стопы говорит как они вытесли маках там ходит жизнь такая Чего он там стоит, как будто писает? Палочки? Палочки. Ты решил просто его утащить, что ли, отсюда? Брось вниз. А это не считается спрятать тело? Там, где его не заметят. Ну вот тут его, наверное, не заметят. За камушком положу его. Ну положу. Ну и счетчик. Ура! Вот так вот устраняют. Так, погнали на следующий аванпостик, да? Через какие-нибудь штуки. Тебя превосхожатся. Превосхожатся, кажется, это один из лучших. Спасибо, теперь мы гораздо ближе к победе. Ладно. Я не знаю, кто там разговаривает. Как они заебали? Так ты сейчас куда? На маске. Я унга. Куда собрался выжить? Это был выход. Это не так... Серьезно? Работает. Люди Бейгана в панике, брат. Многие бросают свои посты, чтобы не встретиться с тобой. Убей их всех, Аджай. И раздребуй их крови. Собал, ты как-то перегибаешь палку. Тебе не кажется? Они такие же обычные люди, которые хотят жить. Они наемники, которые выбрали вот эту сторону. Ну схерали, блин. Что-то какая-то ерунда пошла. Ну собал вообще какой-то прям кровавый. Да, не будем больше. Понятно, знаешь, почему нам, короче, не дают с ними общаться вне сцен. Потому что мы бы их пристрелили тогда нахрен. Честное слово. Какой еще крови, блин. Убей их всех. Басайцы, я посты, молодцы, значит, одумались. Вот именно. Такой скелет. Ему шла маска, между прочим. Ты ее отобрал. Ну. Теперь это моя маска. Справа нету? Это было истерие, похуй искать нельзя, потом будем разбираться. Так. Ну Джей, конечно, обладает колоссальной физической силой. Ладно. Закинуть и попасть в нужное место. Так надо еще при этом держаться одной рукой за трос. Еще и попасть, еще и перегреть на другой трос. Ну. Это, наверное, практика как-то. Я не знаю. И вон там дальше я вижу. Я вижу, что туда уходит. Но мне-то на ту сторону. Я научил атаку. А, никуда, да. А, не, подожди. Куда-то есть куда. Безмятечность Банашура. Вон он, внизу. Е-мое. А ты что такое? Вау. Нифига-то. Пейган решил граффити нарисовать себе. Красота, слушай. На самом деле, похоже на этого. На кого? На... Вааса. Ну, слушай, наверное... Он тоже постоянно у головы держался, этот пистолетик. Это просто у разработчиков Far Cry, конкретно, видимо, у сценаристов и концептуальщиков, примерно одинаковый типаж антагонистов. Мне, с одной стороны, нравится этот типаж. Ты куда пошел-то? Я не могу на тут залезть, он не хочет. Он опять не хочет. То есть, я вот так вот могу. С одной стороны, мне нравится этот типаж, потому что он такой... Не серьезный, злой дядя. Вот. А именно на каком-то вот налегке. Мне нравится, честно. Вот. Да и то не до конца ясно, насколько он злой. Ну, вот самая дурацкая, в Far Cry 3 была хоть какая-то неоднозначная возможность быть, ну, не на стороне хоть, но хотя бы там была эта, цитра, по-моему, да? А здесь, как бы, блин, настолько это все неоднозначно. Здесь показывают, насколько аджаик, типа, сразу поверил, возможно, не тем. Ну, просто я считаю, что игра должна была дать возможность поиграть за других. Памятка ГК-дисциплина. Что общего между центром первоспитания озарения и рудниками Киратского концерна? То, что ни там, ни там, у людей нет ни малейшей надежды. То, что про оба этих места люди шепчутся в ужасе приглушенными голосами. Что должен заполнить каждый солдат армии короля под моим командованием. Что за любой акт нарушения субординации ты немедленно отправишься в одно из этих мест. Мои приказы должны исполняться сразу и без обсуждений. Юма. Ну, это правильно. Ну, Юма вообще какая-то, блин, мы ее видели два раза, я ее не оценила как персонажа совершенно. Ну, она больше как описывалась. Описывается она хорошо. Ну, да. Кто-то писал, что она типа как вас, но вас очень колоритный. Но тут наоборот, зато при этом ходит он был такой, типа, ну ходит и ходит, херстно. А тут такая ситуация. Юма, она такая себе, а Пейган, ну прям колоритный. Он классный персонаж. Главного злодея тут сделали главного злодея. Да, походу в Северном Керате не водятся медоеды. Ты кто была, мартышка? Да, мартышки орлы. Ага. Не, давай. Ладно. Я ненавижу эти крылья, конечно. Училище дети будущего. Вот мы в училище. Вот, если вы знали, подумали, как выглядит училище, вот, пожалуйста. Деревянные стулья, вот эти вот, не знаю, что это для учения, для тетрадки, да, и углибать. Это что за плохое поведение? Младшую, что-то. Выглядит на самом деле не так плохо, хотя бы учится. Какое-то, чело, заебанный вид, если честно. Свадьба там, че-то. О, пансон. Озарение четвертой этапа. Расписание Центра перевоспитания детей будущего. Программа четвертой стадии. 7.30. Утренняя присяга королю. 8. Чтение и обсуждение четвертой части мудрости короля Мина. 9. Ереськи рассмотреть в будущее, а не прошлое. 10. Физические упражнения работы на рудниках. 11. Как распознать террориста? Теоретическое занятие. 12. Завтрак. 13. Чтение и обсуждение восьмой части мудрости короля Мина. А почему сначала четвертая, потом восьмая? 14. Новая история Кирата. 1968-2014 год. 15. 0. Практические техники допроса. 16. Вечерняя присяга королю. Практические техники допроса. Это что, практика? Нифига себе. Так, ладно, пропаганду уберем. А практикуют они друг на друге? Мне даже интересно, на самом деле, как они практикуют это все. Не понял. Ха. Допустим. Подожди, я что-то запутался. А как отсюда вообще выйти? А ты плакат-то не собирал? А я и не могу... А, вот. Е-мое. Я не могу его, понимаешь, убрать, не могу. Он, видимо, с той стороны здания. Или где он, блин? Видимо, внутри, на втором этаже. Господи боже мой, да зачем вы так высоко лепите-то? Вот для таких, как ты. Понимаешь, у нас Джейсон не умеет прыгать. Все, что у него есть, это коктейль Молотова. Это Аджай. Ой, Джейсон, Аджай. А это что такое? Опять событие кармы какой-то. Курьер, наверное? Да, бог с ним. Я-то гдела плейгона. Вот, если хочется, это. У меня есть все идеальные средства подрада плейгона. Это вот моя базука, которая выпускает целый снаряд. Только попади. А там не надо, он самолон. Я представляю, как эта базука снимет просто сразу весь отряд одним из залповым. Думаешь, это тогда, блин, по одному этому? Нет, по одному, а по отряду-то, наверное, по другому будет. Не знаю. Типа она на большую область, но с меньшим эффектом. Здорово. Блин, сразу в фоллот хочется поиграть, когда видишь в типо-ката. Надо было в этом предложить. Ну да. Не, ну этот же, тот ковард, да, его делал. Господи, напомню, какой тот ковард. Тот ковард. Да, тот ковард, беседку делал. Он же объявил, что будет... Как эта херня называется, я вообще забыла. Короче, перезапуск третьей части. О, это да. Ну, это его любимое занятие, так что не переживай. Я просто скажу, да, что я думаю, мы обязательно поиграем в третий фоллаут. Во-первых, я его сама не видела. Во-вторых, ты говоришь, что он вроде поломанный. Ну, который сейчас, вот, да, его зачем-то обновление закатили, последнее, оно все поломало. Да, лошарок. Стой, подожди. Что? Это ванпост. Что там? Ну, ты какая-то интересная. Потом, что это ванпост, видимо. Ну, просто очень интересно. Они, да, и что такое музыку на ванпостах? Лучше возьми эту, вколись себе. У тебя же есть. У меня сидит. Кто сидит? А, ну давай. Склад золотый Кео. Там как-то этот стоит. Стоит тут. Не успел дыбить? Я, успел. Другой стороны не лели. А, давай, давай. Лезьте, ребят. Давайте, давайте, давайте. Там все равно вырубил эту херню, она жарет. Да пусть орет. Не видно. Че ты сказал? Лезь. Я тервятники попирую. Ты зачем полез? Мы подходим с юга. Девы. Я жду, где? Ёшки-матрешки. Мы подходим с юга. Где? Тебе кто-то попал. Вот и все. Понимаешь, а вон посты с этой пушкой, это все. С этой пушкой, по-моему, вообще все игра, все закончено. Это слишком имбовое оружие для Far Cry. И от него, в классу хорошему, конечно, надо избавляться, потому что это убийца вообще игры. Слушай, да я тут с тобой не согласна. Far Cry не похож на игру, которую, знаешь, нужно с какими-то мучениями посадить. Это игра именно из серии. Вот сесть вечерком, насладиться каким-то экшеном. Короче, пострелять и вот эта вот вся история. Смотри, там, по-моему, внизу, смотри, валяются плакаты пропаганды разорванные. Кто-то все-таки, кто-то за нас. Да. Кто-то так же ненавидит пропаганду, как и мы. Возможно, ты убил этого хорошего человека. Ну, он тут в подвале один был, кстати. Как раз. Ну, что делать? Мы, видимо, тут потихонечку диверсии устраивал. Да. Так, подожди, у нас два задания появилось. Угу. Это что за задание? Это заложники. Ну, пойдем к заложнику. Давай послушаем очередную жалобную историю, как все, как забрали кто-то в братство. Ну, скажи, что в этот раз. Может, его развязать надо? Нет, может быть, помоги. А что не может быть-то? Я тебе чем помогу-то? Ну, давай. Спасибо. 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 Это как раз о том, что мы читали. Меня хотели сгнать в рудниках или что-то в этом роде. И там еще осталось много людей. Прошу, помоги им. Я помогу. Я помогу. А Джей такой, я помогу. Да, я помогу. Таким командирским голосом. Бэтмен, Бэтмен. Я только представляю, как он семье сказал. Ребят, я, короче, поехал маму похоронить в ее, значит, родных местах. Ну, типа, через недельку вернусь. И не вернулся. По-любому, я хоть девушка есть, я не знаю. Могли бы хоть что-то сделать. Друзья. Он говорит, типа, собал, типа, у него тоже есть, если есть рабы, то все занялось. Не сказать, что там... Ну, собал, типа, за богов и вот эту всю историю. Хотя, мне кажется, Амита не то, чтобы она там против была. Вот. Просто Амите тоже традиционные ценности херат мне нравится. Я ее могу понять. Но собал реально сейчас начнет палку перегивать. И... Как-то хочется его нахер послать, если честно. Просто он сначала такой о ценности жизни говорил. О том, что людей спасать надо, а не отправлять на мясо, как Амита просила. Амита просила. Ну, достань, ты где? Ты же рядом, что ли? Да, такое ощущение, что он затерял. Хоча, это горы. В горах очень сложно ориентироваться по звуку, на самом деле. Ну, все. Столожники спасены. А ты заложник? Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Спасибо. Возьминаешься мне кого-то. Там, в моей семье, мои дорогие сыновья, прекрасная дочь, любимая жена. Я собираюсь спуститься в город, продать наш урожай на рынке. Позаботьтесь о ферме, пока я в отъезде. Все работы нужно выполнять и все трудности нужно преодолевать. Не жалуюсь. Так что, будьте сильными, мои милые. Удача будет способствовать вам. С любовью, папа. Это вот он, что ли? Это, видимо, тот, который там. Ну, да, я и говорю, вот этот. Я уехал продавать. Поверить не могу. Че? Ты? Ты жив. А где есть остальные? Ты спас. Три заложника. Не знаю. Можешь нас развязать. Можешь нас развязать. Погромче. Так, вот двое еще. Спрошу, возьми. Ты свободен. Ты свободен. Ты свободен. Ты свободен. Очень интересно, что мы не можем отказаться от их денег. Типа, в принципе, отжая нахера и папки. Так-то, если подумать. Так, иди. О, пансон. Что там опять? Вот это я вижу уже. Мы станем помогать золотому пути. А, ну, это звезга, конечно. Не надо. Я бы вам не советовал. А то получается, что мы для собала, когда людей освобождаем, он всех воспринимает как пушечное мясо в итоге. Кручим, мне не нравится больше собала. Чувак. Станьте альфа-самцом, убейте вожака волчьей стаи по кличке Безумный Демон и превесите его в черную шкуру. Потрясающе. Черную шкуру. Как я узнаю, который из волков вожак стаи? Я знаю как. Эх, жаль, я не увижу, как альфа-аджай убьет альфа-самца. Ты сможешь узнать его по потрясающему черному меху. Кстати, я уже представляю, как великолепно ты будешь в нем смотреться. Я бы хотела посмотреть на этот образ. Альфа-аджай и будь неистов. Опять это будь неистов. Что это значит? Будь неистов? Значит, живи полной жизнью, без страха. Будь отважен, бери только лучшее. И не стесняйся самовыражаться так, как тебе будет угодно, что бы там ни говорили. В общем, будь неистов. Да, будь собой. Ну ладно. Бериста самое лучшее. Будь неистов. Чё, какой пушка-то в этот раз? А? Да, чтоб не поглядить. Шикарный мех. Да, да, да. Ну, выкидываем базук, чё могу сказать. Потянем, ставим базук вот его. А, ну его вернее, как не выкину. Давай снайпер. Или нет, всё-таки базук, наверное. Поехали. Это не наш товарищ, это не наш товарищ. Но мы всё равно завалим. Либо промахнулся, либо этого не достали. Кого они там сожрали? Человека? Человека. Вон там поди сидит, гадина, да? Не даже скажешь, что он тут. Ну, обязательно, конечно, сделай, чтобы не попадали. Так, следует свежего на ноль. Альф, альф, ух, там рыбка плавается. Вот он. Вот он. Оу. Красавчик. Ой, он какой-то прям, не просто чёрный, а прям как полосатый какой-то там. Да, 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 прикольно выглядит, на самом деле. Давай мы с тобой заведем. Оу. Ну, вожак, конечно, это тебе не собачка. Оу, красавчик. Иди отсюда нахер. Извини. Господи, блин. Ты давай не помирай. Да ё-моё. Ты же от волка отвалит меня нахер. Всё, вожак сдался. Да, интересно, у него окраски нет? Да, прикольненько. Так. А это слон, я думаю, чё это за херня, блин, изображена? Так, изготовление, чё мы делаем? Бумажник. Да, пипец, нам очень надо было. Да, делаем себе модный бумажник. Меховой бумажник, блин. Пять миллионов, миллионов. Всё у нас осталось? Сумка с патронами, рюкзак? Да, у меня остался призрачный медведь. Сумрачный леопард и толсташку. Кто такой толсташку? Мне кажется, носорог. Может быть, кстати, да. Подожди, а что здесь-то в итоге? Вот это кто такой? Сидит-то вот такой, ну. Неужели это просто волк? Да. Он просто на это не подписывался. Тебе так-то не обязательно сейчас его из этого убивать? Памятка дисциплина. Что общего? А, мы это читали. Ага. Ну ладно, бог с вами. Бога они тут устроились, конечно. Господи боже мой, да кто там гавкает опять? А, этот. Не, я ещё... Было бы классно. Вот они это всё сделали, это всё здорово. Но было бы здорово, что когда вот именно мы получаем по заданию недели модов херать каких-то редких зверёнышей, была бы какая-нибудь картинка с Аджаем, и она бы менялась. Его образ бы менялся. Мне кажется, в циркулярной пилоте было бы как-то поэффективнее. Зачем тебе рыба вообще? О! Господи. Там пипец глубоко. Да не задыхайся ты. Да уж. Орёл! Стряйся! Логу! Помоги! 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 Я просто как орлы таскали кабанятки. Я верю, почему они так боятся орлов. Особенно какие-нибудь худенькие женщины, знаешь. Помогите, помогите! Жень какая-то, помогите же мне! А детей, наверное, вообще только так утаскивают. Я, кстати, здесь детей не вижу никогда. Я их просто все орлы потаскали. Нет, есть ребёнок какой-то женщина? О, нет, одна она есть, да. А так-то, что здесь, что в третьем я детей не видела. Ну, да. Чисто в деревнях-то могли бы сделать, что-то мне. Ну, как-то странно, конечно. Вот. Тут чисто для приличия могли бы сделать так, что стрелять в них, например, вообще нельзя. Ну, это фаллот, по-моему, сделали такое. Вот. То есть я понимаю, почему не вводят детей в подобные игры. Но это выглядит неестественно. Вот. Понятное дело, что действительно какую-то вот... Какое-то насилие в их сторону убирать из игры. Ну, а, ну, тут, кстати, ходят слухи. Знаешь, не только, ладно, здесь детей нет. Понятно, здесь оно нелогично просто. Ну, типа, тут зона военной операции, туда просто детей не присылают. Всё равно в деревне же есть обычные детей. Может, они где-то есть. Ну, допустим. А вот в GTA нет детей. Вот это вопрос. Ни одного. Да? Во всех городах. Во всех пяти частях. И ходят слухи-то, значит, с этого. И ходят слухи, что в GTA 6-то введут детей. Которых так же можно избивать, как всех. Это... Я не знаю, что по этому городу сказать. Кстати, GTA не хотел бы пройти. Ой, никогда не будет. Ты понимаешь, сколько ты долго займут времени? Я вообще нет, не представляю. А дело ги-си-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так, заложника прибьешь из циркулярки. Дед, мы тебе же сказали, не болтайся тут. Там, осторожно. Блин, вот офигеваешь. Выходишь погулять, и тебя сразу это скручивают. Скручивают. Так, он... Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Мне кажется, внутри она. Вон не в шкафу, а напарники. Кто твой друг? Почему вы двое шли за мной? Хочешь, я покажу тебе пример? Или мне собрать его первым? Козел. Козел. О, пансон! Мне сказал тебе в ящике. Так, письмецо надо забрать. Ну, это че такое? Ё-моё! Мне, кстати, показалось, что это что-то маленькое. Это нихера, они маленькие. Какая-то фигня. Есть, что ли? А че это ты? А? Ё-моё. Ну, ладно. Потерянное письмо. Так. Ну, в целом, мы неплохо двигаемся. О, пальчики. А вон постик. Очень даже неплохо двигаемся. Давай этот вон пост, короче, сделаем мастерский через удар, через нож. Или что? Через ножик. Через ножик? Да, мастерский, через нож пойдем на этот вон пост. А я думала, ты хочешь из этой? Ну, зачем тебе поросёнычки? Да, шлиночки. Ну, ладно. Хотя бы понятно, почему на самом деле свиньи и кабаны, они рожают уже сразу очень много поросят. Потому что, видимо, их жрут-то только так. Их там. Они довольно быстро... Так, ну всё, тихо. Тихо. Их вынашиваешь? Тогда точно. Окей, давай. Это читерство вообще-то. Ты не забудь ещё вырубить, пожалуйста. Я тебя очень прошу, ради меня. Вырубим. Лагерь лесозаготовки Кео. Так, а тебя, кстати, могут увидеть за кустами эти. Эти товарища могут не увидеть, поэтому я его лучше сразу... Лучше бы ты это сделал со снайперки. А у них там киса где-то сидит. Мы сейчас сидим. Ну, сначала нужно этого вышибить, а потом уже кису осрабляют. Охотника сначала убери. Скажем так, если что-то пойдёт не по плану, всегда есть циркулярка. Я верю тебе. Вот он палит, палит ведь, а? Он увидел просто труп. Но он не успел сообщить. Ладно. Поэтому извини. Ну, теперь чисто технически можно освободить кису. Теперь, да, чисто технически я могу освободить кису, но я ведь играю без выстрелов. Ну, слушай, выстрелить просто... Это было странно. Нихера себе, блин. А выстрелить в клетку, я не думаю, что мы засчитаем это за выстрел. Что? Так, это труп нашёл. Ах, я не успел, я быстро висил. Всё, ничего не попало. Чё, подкрепление выглядело. А, надо, да это не страшно. Ну, почти получилось. Мы идём. А, нихер был в её волосе. Да ты чё? С луком на него, ты, придурочный, что ли? А! Убери лук из рук. Да он сам его уберёт. Когда контролируешь. Мы идём с севера. Там кто-то ещё в машине. Ну что ж, лагерь лесозаготовки Кео теперь наш? Да. Ну, не получилось чуть-чуть. Ну, надо было чуть-чуть. Он тоже подождать. А он выйдет. Ну, а тут спалил уже. Тебе, если бы ты пошёл сначала на крупного, у тебя бы серийным убийством ты бы смог купить второго. А ты как бы не уменьшаешься. Нет, короче, видимо, серийник не работает на когда есть крупный или когда... Нет, я имею в виду, да, я думаю, что он может быть и не сработает, если ты начинаешь с обычного на крупного, а так-то если с крупного на обычного, нормального. Это уже потом? Да. Мы на этом сегодня уже закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.